Львиный зев Добрый день! Этот цветок называется львиный зев. Благоприятным местом для выращивания считаются участки, защищенные от ветра и со среднеуглажненной почвой. В целом, как однолетнее растение, львиный зев неприхотлив и способен расти на любых почвах, включая сублинистые и супещаные почвы. Такие почвы перед посадкой следует носить перегной, компост, древесную золу, удаврение. Для обильного цветения львиный зев лучше выращивать на солнечных участках. Тени, думаю, всем известно, большинство растений вытягиваются, а соцветия получаются слабые и редкие. Львиный зев также чувствительен к тени. Цветение начинается в июле и продолжается в течение 3,5 месяцев. В срезанном виде цветы стоят до 2 недель. Однолетние растения размножаются как семенами, так и черенкованием. Семена высаживают в начале марта в ящички с грунтом. Для того, чтобы семена быстрее разошли, можно накрыть ящик сверху стеклом. Сходы появляются примерно через 10 дней. Через дней 15-20 после этого рассаду пикируют. Грунт следует высаживать тогда, когда прогреется почва, обычно во второй половине мая. Перед высаживанием можно прищепнуть верхушку сеянца, чтобы в дальнейшем растение дало обильное цветение. Стоит заметить, что львиный зев начинает цвести раньше, если был высажен растадой, нежели в результате черенкования. Немаловажно осознавать растению необходимые условия во время роста и цветения. Периодически подкармливать почву и рыхлить. Поливать однолетние растения при этом важно не переувлажнять почву. Не следует поливать растения на ночь. Во время цветения нужно обрывать засохшие цветочки, чтобы растение не тратило силы и чтобы засохшие цветочки не провоцировали болезни. Львиный зев, как и другие, в том числе и однолетние растения, подвержены некоторым болезням и вредителям. В частности, растения повреждают черная ножка, гусеницы, бабочки, откладывающие яйца, личинки, мушек. Кроме вредителей, растения поражают грибковые болезни и галловая опухоль. Желаю вам удачи, всего доброго и до свидания.